Мы беседуем с афонским старцем Никоном. Отец Никон возглавляет братью в Благовещенском скиту монастыря Ксенофонд. Его наставником и учителем является почитаемый старец Ефрем Филофейский, также известный как Ефрем Аризонский, последний из живых учеников Иосифа Исихаста. Старец Ефрем прожил рядом с Иосифом Исихастом последние 12 лет его жизни, вплоть до кончины преподобного. Он видел в нем истинного богоносца, превосходный духовный стратег, опытный в брани против страстей и бесов. Невозможно было человеку, каким бы страстным он ни был, пробыть рядом с ним и не исцелиться. Только бы он был послушен ему. Сейчас мы с вами имеем уникальную возможность через общение со старцем Никоном прикоснуться к столь значимому духовному наследию. Благословите, отче! Летом мы с вами паломничали по России. Многие ребята, которые с вами познакомились в православном лагере «Братья» в Астрахани, а также те, с которыми мы встретились в различных монастырях России, прислали вам свои вопросы. Если позволить, я вам их задам. Благодарю всех, кто меня помнит. Передайте им, пусть они тоже помолятся за меня. Первый вопрос от Игоря из Англии. Как научиться внутренней непрестанной молитве тем, кто живет в миру, окруженной суетой и различными обязанностями? Ежедневным упражнением. Молитве не учатся никаким другим способом. Мы можем научиться молитве только тогда, когда молимся. Отвлекающие элементы существуют везде. Просто они разные. Одни в миру, другие на Святой Горе. Но поскольку то, что нас отвлекает от молитвы, это не внешний шум, а шум, который у нас в голове, беспорядок в наших мыслях, мы можем добиться успеха в молитве, где бы мы ни находились, будь то на Святой Горе или в миру, если начнем потихоньку восстанавливать спокойствие в своем рассудке. Отбросим все лишнее, что создает беспорядок, и сосредоточимся на более важном. Когда в миру человек смотрит телевизор, заходит в интернет, разговаривает с большим количеством людей, в котором нет необходимости, блещет шутками и каламбурами, которые не всегда уместны. Когда они уместны, можно их сказать. Но если он не начнет ограничивать себя, то не сможет очистить свой ум. То же самое происходит и на Святой Горе. Мы уходим на Святую Гору, имея все это внутри себя. Ведь сюда монахи не попадают с неба, а приходят из мира, и, соответственно, несут в себе все мирское. Поэтому нужно совершить тот же подвиг, ограничить себя в том, что ты смотришь и что слушаешь. То же самое возможно и в миру. Никто тебя не обязывает смотреть огромное количество того, что показывают по телевизору. Или слушать массу бесполезного, о чем говорят. Если хочешь преуспеть в молитве, сотвори духовный пост. Скажи, нет, я не буду этого смотреть, я не буду этого слушать. Ограничу себя в этом ради любви Христовой. Таким образом, абстрагируясь от шума, ты приобретаешь тишину, будучи в миру. Тогда ум начнет успокаиваться. Думать нам надо о том, что действительно важно, о самом необходимом. И тогда потихоньку разум приходит в равновесие. Конечно же, это возможно. Существуют люди, которые добились этого в миру. Если это возможно одному человеку в миру, возможно и другим. Какую литературу посоветуете, чтобы научиться молитве? Есть, конечно, книги, но ежедневная практика более важна. Она помогает намного лучше книг. Однажды мне позвонил один человек из Пинды. Это городок в горной местности на севере Греции. И говорит, «Отче, вы говорили, чтобы мы произносили молитву с большим вниманием к словам». Я так и начал делать. И далее рассказывает, как он это делал. Он молился вечером полчаса, еще утром, потом перед работой полчаса. Затем он осознал, что слова молитвы в какой-то момент начали выходить изнутри сами. Я его спрашиваю, «Что значит изнутри?» Он отвечает, «Как будто внутри меня молится кто-то другой». Я не мог понять, кто это. Лег спать, и даже во сне этот кто-то продолжает говорить слова молитвы. «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Просыпаюсь утром и только открываю глаза, как молитва выходит самопроизвольно, как и ночью. Но только я произношу ее уже вслух. И до умываться молитва продолжается. И я не могу ее прекратить. Я удивился, потому что даже на Святой горе требуются годы труда и духовной брани, чтобы такого достичь. Я ему говорил, «Когда находишься один, молись вслух, чтобы уши слышали и уму было легче сосредоточиться. А когда где-нибудь среди людей, на работе, молись про себя». Это действительно так. Когда молишься вслух, намного проще сосредоточиться на молитве. Однажды он вслух молился на работе. «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Думал, что его не слышит никто. Поворачивается и видит, что рядом с ним стоят его сотрудники. Смотрят на него с выпученными глазами. И один говорит, «Ты что, уже с ума сошел? Разговариваешь сам с собой?» А другой его защищает. «Как тут не сойти с ума? Не видишь, как нам подняли налоги? Насколько поднялись цены на электричество, на воду, на телефон? Нас скоро доведут до того, что в итоге мы будем все ходить по улицам и разговаривать сами с собой. Они даже не поняли, что на самом деле он молился. И он таким образом выкрутился. Как он этому научился? Должно быть, этот человек беззлобный и бесхитростный. Раз уж заговорили о книгах, то в откровенных рассказах странника духовному своему отцу человек говорит, что научился непрестанной молитвы примерно за 10 дней. В течение 10 дней достичь такой молитвы, но этот русский паломник стяжал ее, поскольку у него был светлый ум. Он не смотрел телевизора, даже газет не читал и сплетен не слушал. Его разум уже был свободен и готов для молитвы. А Серафим Саровский говорил, что через 3 дня человек может стяжать эту молитву. Это он стяжал такую молитву за 3 дня, поскольку уже имел светлый ум и чистое сердце. А мы начинаем наш молитвенный подвиг, будучи загружены балластом материальным и духовным. Поэтому приложим к этому больше труда. нужно запастись терпением и не спешить. Мы торопимся, хотим быстро достичь результата. А Господь не спешит, у Него свое время. Он хочет нас спасти. Поэтому будем совершать наш подвиг, который можем понести без тревоги, без волнения и вопрошения, что мы приобрели, преуспел ли я в чем-то или совсем ничего. Там наверху увидим, чего мы добились, а здесь будем подвязаться. И время для всех по-разному течет. Кто-то продвигается быстро, кто-то медленнее, в соответствии с внутренней организацией. Но поскольку как мы знаем, некоторые миряне смогли, значит, в миру это возможно. Я знаю одного предпринимателя из Афин. У него большое производство и восемь детей. Я его попросил, чтобы он приютил у себя одного нашего паломника из-за границы. Когда этот паломник был у нас, я его спросил, понравилось ли ему там, где его приютили. Он отвечает, было замечательно, однако было кое-что странное. Я спросил, что именно было странным. Он отвечает, когда вся семья поужинала, отец семейства пригласил всех в гостиную. Я подумал, что сейчас будем смотреть телевизор. Я пошел, сел на диван, сели и другие. Там не было телевизора, ничего другого. Пришли отец с матерью, каждый с клубком черного шнура. И то же самое было еще у двух-трех детей. И начали плести четки. Гость наблюдал и не мог понять, что происходит. И отец начал повторять, Господи Иисусе Христе, помилуй меня, плетя эти четки. Так молился около десяти минут. Затем мать начала молиться, Господи Иисусе Христе, помилуй меня. А дети слушали. Потом дети начали читать молитву. И так по кругу два-три раза в течение примерно полутора часов гость сидел с открытым ртом. Затем отец сказал, что они закончили. Все встали, дети поцеловали руки отца и матери. Затем каждый поклонился друг перед другом, прося прощения. и только после этого они шли спать. Гость остался в недоумении, как женатый человек с таким количеством детей и с его работой может добиться чего-то подобного. И ему это удалось. Следовательно, и нам возможно. Все зависит от нашей решительности и смелости. Я сделаю это, пусть лопнет дьявол, а я добьюсь. И мы должны научиться довольствоваться самым необходимым. Ум наш рассеивается на многие вещи. Мы хотим чему-то научиться. Это естественное желание. Но нам надо учиться этому правильно и серьезно. Мы стали знатоками во всем подряд. Стали туристами в мудрости. Немного отсюда, немного оттуда, чуть-чуть того и другого. И в итоге в голове у нас все перепутано. Это то, что касается первой книги. Если есть возможность найти добротолюбие, можно читать главы, посвященные молитве. Добротолюбие это Евангелие молитвы. Из современных книг есть удивительная книга старца Иосифа Исихаста «Выражение монашеского опыта», которая переведена на многие языки, думаю, на русский тоже. А также книга Архимандрита Ефрема из Аризоны «Моя жизнь со старцем Иосифом». Эти две книги охватывают полностью тему молитвы. И потом все будет зависеть только от того, насколько мы будем применять на практике то, что узнали. Беда в том, что когда мы узнаем что-то и желаем это сделать, мы горим энтузиазмом, но через некоторое время он угасает, и мы оставляем начатое. Поэтому святые отцы говорят, что лучше делать небольшое духовное дело, но постоянно, чем великое, которое потом оставляем. Таким образом, начиная с книг, начинаем и молитвенный подвиг, но одновременно всегда живя церковными таинствами, и никогда вне церкви, потому что вне церкви дьявол покажет видение, покажет ангелов, покажет чудеса и много чего. Всегда будем исповедоваться и причащаться. Будем в церкви, рядом со священниками, приходскими общинами, рядом с митрополитами, и Божья благодать, которую мы получим в церкви, поможет нам преуспеть в молитве. И на святой горе самые уединенные отшельники постятся, совершают ночные бдения, исповедуются и причащаются. Когда я был в монастыре Филофея, мы постились в понедельник, среду, пятницу и причащались во вторник, четверг, субботу и воскресенье. И творили молитву Иисусу непрестанно, днем и ночью. Там нам помогал и образ жизни. Вставали в 10 вечера, ложились спать в 6 утра и так каждую ночь, 8 часов бдения. В миру такое, конечно, никому не по силам. Однако, поскольку он будет сражаться иным оружием, он победит иным способом. То есть, это возможно и в миру. Если бы человек не мог молиться, непрестанно, апостол Павел не просил бы об этом. Этого не требовало бы и Слово Божие. Непрестанно молитесь. Раз этого требует Бог, значит, мы в силах это сделать. И когда мы имеем примеры семейных пар с детьми, которые трудятся или на своих предприятиях, или на государственной службе, и им это удалось, значит, и для нас это возможно. А если у нас не получается, стоим на месте, не продвигаемся, значит, что-то делаем не так. Поэтому надо обращаться к духовнику или позвонить на Святую Гору и так продолжать свой подвиг. Спрашивает Дарья из Пинска, позволительно ли христианину занятие профессиональным спортом, например, академической греблей? Конечно, христианину можно заниматься профессиональным спортом. Почему нет? Есть благочестивые спортсмены. День назад я видел, как футболист преклонил колено прямо на стадионе и молился. Не можно, а нужно молиться, в том числе и молитвой, которую мы можем творить и в продолжении занятий спортом. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Даже гребец может ее читать. Или художник, когда рисует. Везде мы можем и должны молиться. Следующий вопрос. Спрашивает Маргарита из Минска. Я сейчас нахожусь на перепуте. Не знаю, как поступить. Я работаю в школе учителем. Продолжать работу невозможно. Плохие отношения. Надо искать новое место. Но меня от школы отвратило. Началась депрессия, апатия. Закончила в этом году педагогический институт на сортопедагога. Как мне поступить и найти свое место в жизни? Сейчас плохие отношения, и она думает идти в другое место. А если и там будут плохие отношения, опять уходить на другую работу? А если и там будут плохие отношения, и оттуда уйдет? Нам нужно научиться бороться, научиться сражаться, и не отступать с легкостью. А если действительно невозможно преодолеть сложности в отношениях, тогда пусть уходит. Но не потому, что не хочет бороться, преодолевать сложные условия, не потому, что кто-то ее стесняет. Пусть она борется за свое право и усложнит им жизнь. Надо научиться не отступать. И не думать, что отступая, мы являем достойный пример христианина. В таком случае мы не добрые христиане, а трусы. Не следует думать, что мы проявляем смирение, когда отступаем. Нет. Мы отступаем, потому что пугливы. Кто вам сказал, что христианин не должен сражаться и усердствовать? Когда хороший человек уходит, он оставляет свое место для плохого. Пусть не отступает и не уходит. Пусть другие уйдут, а она остается. Если же увидит, что в другом месте лучше заработок и больше спокойствия, пусть сама решит. Но пусть знает, что дьявол пробирается везде. Это не означает, что уйдя отсюда, мы не найдем его там. Он везде может нам встретиться. Отовсюду теперь бежать? Нет. Пусть уходит дьявол и его слуги, а мы не будем отступать. Следующий вопрос от Владимира из Москвы. Меня интересует статус крестного. Каковы основные обязанности крестного? Что делать, когда родители не дают крестника, крестницу, приводить в храм, причащать? Как общаться с крестниками-подростками, невоцерковленными? Да и вообще с теми, кто в церковь не ходит и родители не рассказывают им о Боге? Прежде всего, первая обязанность крестного в том, чтобы он не утопил малыша в купели. Скольких детей он крестил, что родители не дают ему водить крестников в церковь. Потом он говорит о подростках. Скольких он покрестил? Ну, может быть, пять, может и больше, по-разному бывает. Крестный несет ответственность за катехизацию. В тот момент, когда ребенок находится в семье, он не может вмешиваться. Оставляет его под присмотром родителей. крестный должен подумать, чем он может помочь. Но в какой-то момент он должен остановиться. Дети принадлежат другим. Это не его дети. Если родители создают трудности, тогда крестный должен больше молиться и меньше вмешиваться. Если дети уже подростки и не слушают то, что им говорит крестный, тогда ему остается только молиться. подростки и родители не слушают. Ни отца, ни мать. Крестного послушают. Пусть молятся за своих крестников. И добрый Господь найдет способ, как помочь этим детям. Такой способ, о котором крестный может даже и не подозревать. И еще один вопрос от Владимира. Меня интересует вопрос венчания. Как подвести супругу, супруга к венчанию, если один воцерковленный, а второй захожанин в церкви? То есть он сам не венчан? Как же он тогда крестил детей? Он не может крестить. Но если он крестил и спрашивает за других, возможно, это как раз так. Не могут причащаться супруги, если они не венчаны. Нельзя отвергать одно церковное таинство и не принимать другое. Или принимают церковь полностью, как она есть, или ее отвергают. Нельзя быть зарегистрированными в ЗАГСе и ходить причащаться. Ни в коем случае. Пусть сначала повенчаются, исповедуются, и причащаются, когда им благословляет их духовник. Но Владимир спрашивает, что супруг может сделать, если его супруга не ходит в церковь? Ничего не надо делать. Как тот, кто ходит в церковь, хочет, чтобы воспитательница, с которой он живет, уважала его свободу ходить в церковь, так и он сам должен уважать свободу другого не ходить в церковь. То, что не хочет, чтобы делали тебе, не делай другому. Как ты не хочешь, чтобы тебе мешали ходить в церковь, так и ты не должен обязывать другого ходить в церковь. Иначе тогда ты попираешь свое свойство христианина, потому что христианин уважает другого. Мы не только любим супруга, но должны его уважать. Наша любовь должна включать в себя и уважение, поскольку любовь, которую мы испытываем по отношению к другому, не всегда является любовью Христовой. Очень часто христиане используют священное писание, священное предание или христианскую жизнь, чтобы принудить к чему-то другому. Они используют церковь и таинство, чтобы заставить другого в чем-то уступить. в то время, как на самом деле они просто эгоисты и гордецы и хотят, чтобы другой склонил перед ними голову. И поскольку они не могут сказать открыто, я хочу, чтобы ты уступил, потому что я эгоист и хочу, чтобы ты со мной согласился. Они говорят, в Евангелии написано, что ты должен со мной согласиться. Такой-то святой сказал, что мы должны ходить в церковь, следовательно, и ты должен со мной согласиться. использовать святых и Евангелий, чтобы сесть на шею другому. Следовательно, он сам не является добрым христианином. И может быть так, что другой, кто не ходит в церковь, является более христианином, чем он сам. Если мы приходим в церковь, это не значит, что мы хорошие христиане, потому что в церковь приходит и дьявол. Это не делает нас настоящими христианами. То есть, если мы ходим в церковь и не становимся от этого лучше в нашем поведении, в наших отношениях с другими, тогда наше хождение в церковь нам вредит. Не приносит пользы, потому что мы идем туда, чтобы похвалиться тем, что мы ходим, а не для того, чтобы услышать, что говорит Евангелие, и помолиться вместе о всех и за вся. Мы идем туда, чтобы показать другим, что мы ходим. И это плохо для нас, и ничего хорошего в этом нет. Вопрос от Елены из Новодвинска. Как избавиться от ревности? Мы вместе уже 13 лет, трое деток. Ходим в храм каждое воскресенье. Муж раньше работал в МВД. Теперь печник. Кладет печи и камины. Я художник-гравер. Ревность проявляется, если муж смотрит на улицу на других женщин, как мне кажется. Или смотрит фильмы с сомнительными сценами. Именно это вызывает во мне ревность. Меня измучил этот грех. Очень хочу очиститься от этого греха. Ревность – это безрассудная страсть. Никто не может победить ее логикой. только молитвой и смирением. Никаким другим способом. Ее нельзя победить аргументами. Шекспир Вателло называет ее чудовищем с зелеными глазами. Это что-то нечеловеческое, демоническое. Требуется усиленная молитва и большое смирение. Пусть исповедуются как можно чаще. И не только когда готовятся к причастию, но даже чаще. Исповедь – это смирение. Когда мы смиряемся, Господь посылает благодать. В этом Слово Божие предельно ясно. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Когда мы гордимся и оказываемся противниками Богу, кто нас спасет? А когда мы смиренны, Он посылает нам благодать, и тогда действует то, о чем говорил апостол Павел. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. И когда Христос укрепит ее, она справится с этой страстью, по-другому с ней не справится. Только молитвой и смирением. Еще она может творить молитву Иисусу, которая заключает в себе смирение. поскольку просить милостыню, значит считать себя нищим, ибо нищие просят милостыню. И так же это смирение. Когда начнет молиться, Господи Иисусе Христе помилуй и Пресвятая Богородица спаси нас и начнет исповедоваться, тогда придет благодать Божия и ей поможет. Потому что спасение найдет она именно через таинство церкви, а не вне ее. Пишет одна монахиня из женского монастыря в Московской области. Десять лет назад, после назначения новой игумени, наш монастырь потерпел серьезный духовный кризис. В момент ее назначения в монастыре проживало двадцать пять монахинь. Сегодня осталось только две. Все остальные ушли. И все это из-за отсутствия духовности и нездоровой атмосферы в обители. Иногда игумени над нами издеваются. Один монастырь в Грузии мне предлагал переехать к ним. но я его плохо знаю и не уверен, что найду там то, чего ищу. Мой вопрос, стоит ли мне переехать в Грузию или дождаться назначения новой игумени? игумени? Если с тех пор, как пришла новая игумень и ушли 20 монахинь, значит, есть проблема. В Греции такой проблемы бы не было. Монахини сделали бы так, чтобы игумень ушла. Не монахини ушли бы, а выгнали бы игуменью. Не знаю, как в этом смысле обстоят дела в России. По всей вероятности, монахини не могут прогнать игуменью, поэтому уходят сами. Если есть проблема с игуменьей, тогда пусть сделают так, как говорит преподобный Арсений Великий, уходи, чтобы спастись. И если так много монахинь ушли из-за игуменья, значит, какая-то проблема с игуменьей. Если монахиня может остаться, тогда она увенчается как героиня. Но с другой стороны, отцы церкви говорят, если есть нравственная проблема, тогда монах или монахиня должны обязательно уйти из монастыря. Если игуменья безнравственна, и монахиня подвергается нравственной опасности, то будет большой грех, если она останется в монастыре. Но если это не так, монахиня пусть монахиня следует совету, который был дан старцу Ефрему Катунакскому. Этот совет он дал другому монаху, который рассказал ему, что его старец невыносим, и он собирается уйти от него. Старец Ефрем Катунакский сказал ему, если хочешь спастись, уходи. если хочешь стать святым, останься. Каждый рассчитывает на свои силы и поступает соответственно. Если эта монахиня чувствует, что может терпеть игуменью и дальше, как терпела до этого, хотя ушли 20 монахинь, это значит, что она подвязается. То есть, если она понимает, что может продолжить терпеть игуменью и остаться в монастыре, то станет святой. Но это вовсе не означает, если она оставит монастырь и переедет в другое место, погибнет. Потому что монастырь это не только поле сражения, но это еще и пристань, куда приходят, чтобы найти покой. Если же нет мира в душе, тогда пусть уходят в другой монастырь. Может быть, ей совершить паломничество в Грузию, чтобы посмотреть тот монастырь? Конечно, отчего бы не поехать. Но игуменья может ей не разрешить. Если кто-то покинет монастырь, это не значит, что он погибнет. У нас на Святой горе был святой Никодим Святогорец, который не оставался на одном месте, а обошел весь Афон. Тем не менее, стал Святогорцем. Он уходил не из-за того, что возникали какие-то проблемы, а по другим причинам, чтобы найти какие-то книги, чтобы что-то узнать, чтобы было больше времени для молитвы. Есть у нас Ефрем Аризонский, который мечтал, что умрет и будет погребен на Афоне. Однако он оказался в Америке и основал там монастыри. Его уход был полезен как для него самого, поскольку он тем самым осветился и освещается до сих пор своими испытаниями, так и для людей, которые теперь имеют столько монастырей, сколько у них не было бы, если бы Ефрем остался на Афоне. Поэтому пусть монахиня соизмеряет свои силы, пусть помолится, исповедуется и сделает то, что ей скажет духовник. Если духовник ее не понимает, пусть поступает по своему разумению. Если есть понимание, что надо уходить, пусть уходит. Последний по счету, но не последний по значимости вопрос. Для наших верующих Святая Гора является оплотом православия, образцом монашеской духовности. Поэтому многие надеются и ждут, что Афон выскажет свое мнение относительно украинского вопроса. Возможно ли предположить, каково будет это мнение и какую позицию займет афонское монашество в этом вопросе? Следует ли ожидать, какое-то официальное заявление священного кинота или нет? Какова ваша позиция по данному вопросу? Как раз это мы сделаем, подождем решение священного кинота. Иначе кого бы мы не спросили, это будут субъективные частные мнения. Пусть решит священный кинот, а до тех пор будем молиться из-за одних и из-за других. И каким бы ни было это решение, насколько мы будем молиться, настолько полезным будет это решение. «Господи Иисусе Христе помилуй меня, Пресвятая Богородица спаси нас». Благодарим вас отче за ваши ответы и наставления. Для меня было большой радостью снова увидеть всех возлюбленных братьев. Я всегда рад видеть вас как на Афоне, так и в России, когда туда поеду. Мы будем рады показать вам и другие монастыри России. Я прекрасно провел время в России, познакомился с прекрасными людьми, совершил паломничество к удивительным местам. Всегда буду помнить Анзерский скит, отцов которого вспоминаю с большой любовью. Я обязательно отправлю им свою благодарность с просьбой их святых молитв. Я очень счастлив, что познакомился с такими замечательными людьми из Астрахани, Москвы, Архангельска, Соловков и Анзерского скита. Астрахани, Анзерского Соловки, Архангельска, Архангельска. Астрахани,